Празднично живем, конгрессы, съезды, фестивали, но вспомнить хочется о том, как мы когда-то начинали. Как тащи деды в кандалах за убеждения, за веру, этапом шли в Сибирь, в ГУЛАК, на смерть, на пытки, на росте. Дома вновь были под замком, общение тоже под запретом. Но ночью шли, чтобы тайком читать из Нового Завета. Молитвенею был каждый долг, без кафедры и без эстрады, в собрании тесном дорогом, там Бог дарил часы отрады. Прошли года, остав режим, власть разрешила собираться, и каждый зону наположил свободой стали наслаждаться. Ведь хочешь проповеду, бой, на площади, в театру, в парке, а хочешь дом молитвы строить, а Библии дарить подарки. У неведом в камере мой дед, как эти книги празднятся. Уютно стало нам везде, сонливость стала проявляться. Уютно. Уютно и сон всегда близки, и даже совесть спать согласно. Увы, как сын и пески, богатство и покой опасны. Когда без следствия суда за веру забирали брата, тогда на устах сестер была молитва непомога. Когда отца под зон теперь вели на север скотовозы, то на ресницах ночевых не тушь тогда была, а слезы. Когда за проповедь твою тебя приводят в прокурору, тогда не рэп, не ропаю, а слышны ангельские хоры. И если трепетно любя Христом живя, горяем, дышат, тогда Иисус любит меня на майках и носках, не дышат. Когда судили лишь за то, что ты присутник к высшей мере, тогда был мир, в церквах никто тогда не боролся за дверь. Свобода розы расцвела, но в ней отраву дьявол прячет. Кто не забыл слова Христа, тот видит это все и плачет. А путь еще не завершен, и каждый день полный должен. Даоли пар gjort, но в ней отраву дождя. Потомусь! Аминь! Аминь! Аминь!